МОТОРАДИО Спасибо большое, дорогие слушатели, равно как и не менее дорогой Александр и уважаемый коллектив многоуважаемой радиостанции МОТОРАДИО Ну, естественно, банкет потом, а сейчас мы продолжаем наше дело, пытаемся оставаться серьезными и поговорим о важных вопросах, связанных с мотоциклами И сегодня это будут глушители Наступило замечательное время, когда... Стоп, 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 на самом деле глушители называть неправильно, надо правильно называть оглушители, потому что зачастую есть глушители, а есть оглушители, которые оглушают, вот об этом и будем говорить Итак, я живу в районе Озерков, Выборгское шоссе неподалеку, и каждый вечер, чем дальше, тем больше, я слышу вот эти вот... туда-сюда проезжающие мотоциклы И иногда это вызывает разные вопросы, например, а правда ли, что мотоцикл чем громче, тем в большей степени это является признаком мощности двигателя То бишь, мощный двигатель всегда громче прочих по выхлопам Ну, значит, есть миф, который не имеет на самом деле права на существование и базы Это то, что четырехтактному мотору без разницы, какая у него хлопная система Потому что двухтактному типа разница есть, а четырехтактному нет Значит, это полная фигня В силу того, что для четырехтактного мотора тоже очень важна длина выпускного тракта Важна его конфигурация, важен подпор, то есть сопротивление выхлопу, которое имеет место быть Вот, если мы говорим о Харлиях, потому что, скажем, вот это вот... Это явно не то, да? Да, это спортбайки, но в любом мотоцикле чуть-чуть подпора на выхлопе, ну, скажем, есть некий оптимальный подпор Если у вас совсем пустая труба, этого подпора нету, и вы теряете заполнение на низких оборотах Вот был у меня Кавасаки Ниндзя 100 миллионов лет назад, девятка Я на нем катался, 97-го, что ли, года был мотик, но это было в начале 2000-х И, короче говоря, значит, он вставал на уши на второй передаче со штатным глушителем То есть, а я приезжал к чувакам, к корешкам, была такая контора гипербайк Там Елисеев работал со своими, значит, соратниками И у них, значит, увидел конец глушитель Ешимура, абсолютно прямоточный, хорошая гоночная труба То есть, типа, они говорят, что вот у нас совершился дешевт, я эту трубу добыл у нее, значит, прикрутил к мотоциклу и поехал кататься И, короче говоря, он у меня перестал вставать на второй передаче на уши То есть, он вставал только на первой передаче То есть, казалось бы, красивая новая труба, такая шикарная, да? Да, казалось бы, шикарная труба, которая там, типа, делает, блин, типа, Формула-1, там, кольцевые гонки, трам-пам-пам и прочее, да? Но она дала потерю крутящего момента на низких оборотах Почему не подрывала на второй передаче? Потому что тяга ушла в зону более высоких оборотов из середины И, как бы, получилось с ней ездить только на заднем колесе, только на первой передаче Значит, возвращаясь к нашим любимым мотоциклам Харли Дейтсон Значит, адское зло – это короткая выхлопная система То есть, она не дает возможности адаптировать шумовой эффект То есть, шум истекающих газов без потери характеристик Объясни, пожалуйста, что такое короткое? Мы все видим, как из мотора вылезают две трубы, переходят в одну и заканчиваются в районе заднего колеса Задние кромки заднего колеса Ни хрена, значит, все не так Значит, есть, допустим, совсем короткие трубы, которые сходятся от цилиндров почти в горизонтали В средней части в два коротких хвостика, которые выходят наружу Они делают «рык-тык-тык-тык-тык-тык» Как бы, вроде как, звук хороший Но, как бы, это выхлопная система, которая не имеет подпора То есть, она, как бы, явно дастся проблему с тягой в районе 2000 оборотов Ну, диапазон 2000 оборотов Но это решается наверняка специальными штуками Специальными штуками это дело можно каким-то образом скомпенсировать Но при этом у вас получится, что вы создаете давление в этой короткой выхлопной системе И оно мешает очищаться цилиндру То есть, здесь поймать вот золотую середину либо безумно сложно, либо невозможно И поэтому, как бы, это дурацкие трубы Они красивые, но они дурацкие Давай сразу скажем тогда, люди, кто вот интересуется покупкой таких, ну, вообще каких-то новых труб Лучше на короткие не смотрите Правильно я понял тебя? Ну, в общем, да То есть, допустим, есть коротыши Ван Схайнс, да Там, которые ставят на спорстеры в основном Тоже они там дают изящный куцый вид Ну, понятно, да, о чем я говорю Они дают какой-то «рык-тык-тык-тык», да Ну, когда человек говорит, что вот, блин, на меня смотрят как на идиота соседей, которые, значит, просыпаются от моего мотоцикла Давай их сделаем тише Я говорю, что тише мы сделать можем, но ты потеряешь, допустим, из 80 лошадей на колесе 20 А, это очень обидно Ну, как бы, да, да, это как бы, это большая потеря То есть, если делать тихий выхлоп, то, как бы, мы, получается, должны зажать истечение газов, чтобы пульсации ушли И, как бы, в этом случае мы, как бы, используем объем выхлопной системы, да Как некий накопитель, да, в котором газы копятся И они постепенно, плавно выходят, да То есть, каждый вот этот мощный пук двигателя, да Он, как бы, получается, спотыкается в выходную часть Распределяется в трубе, а вот в момент пошел следующий пук уже И получается, что вырастает давление Вот, а выходная часть, она, как бы, вот, придерживает истечение газов Чтобы вот эти пульсации срезать, которые дают децибелы Вот, соответственно, возникает вопрос Что делать и как добиться, значит, красивого жирного звука Но, как бы, чтобы он не убил мощность и не чувствовал себя идиотом Ну, как бы, да, то есть, вот, для взрослых людей И, там, чувствуя себя идиотом Это такая, как бы, ситуация неподходящая Поясни, пожалуйста, вот стоит группка мотоциклистов У стрелки Васильевского острова И рядок их Харлеев Вот все сели, поехали потихонечку Все пыр-пыр-пыр, заработали И вдруг у одного прямо страшный рев И остальные все поворачиваются и смотрят на него Как на... вот ты об этом говоришь, да? Но и... Этика Да, и эта этика, и еще, допустим, окружающий мир В котором человек пребывает, да, географически То есть, допустим, там, ну, не знаю Вот у меня мотоцикл не то чтобы безумно громкий Но тогда я, там, ночую у себя, как бы, в квартире Дом-колодец Я мотоцикл выкатываю, как бы, из двора И завожу его на улицу Ну, то есть, зачем мне будить людей и, как бы, выглядеть идиотом? Как бы, ну, мне это не нужно абсолютно Так вот, возвращаясь к нашей истории, значит, мы должны понимать следующую вещь Что объем выхлопной системы, он влияет не только на заполнение Он еще дает возможность, как бы, регулировать громкость, не теряя характеристики То есть, если у нас есть объем, в котором эти газы могут рассредоточиваться И, как бы, терять свою скорость И мы их выпускаем, там, с задержкой с некой на улицу, да То есть, чем больше объем системы, тем это лучше выходит Значит, в этом плане офигительно работают, допустим, на турингах выхлопные системы Два в один в два Без катализатора, который, ну, допустим, катализаторы выдрали, да Получается, мы поджали, ну, допустим, тихими флейтами Оба слепона на обоих сторонах мотоцикла То есть, у нас выход в атмосферу, он имеет рестриктор Ну, сопротивление, да, там Вот, но у нас есть большой объем, где эти газы разбегаются, распределяются И пульсация исходит В этом случае потери несущественные В смысле, по мощности мотора ты имеешь в виду? Вводишь там Роад Кинг, такого-то года, там, такой-то объем, столько-то лошадей И тебе там на выбор вываливается список потенциально подходящих выхлопных труб Не, такого ничего нету, как бы есть некий опыт И не ежесекундная возможность выдать какие-то рекомендации Ну, понятно, что мне тут звонил чувак, говорит, у меня обороты Я говорю, ну, хорошо Он говорит, мне надо поменять прокладки клапана крышек, купить их Типа, какие там стоят? Я говорю, типа, что? Он говорит, ну, заказать прокладки мне надо там, типа, вот поменять Там прокладки стоят или герметик собранный? Я говорю, где ты хочешь что-то заказать? У нас в интернет-магазине? Да нет Я говорю, а какого лешего? Я говорю, ты мне звонишь и тратишь мое время Ну, то есть, вот, типа, бесплатный пункт тульсультации Он говорит, а и правда Я говорю, ну, хорошего дня тебе, чувак Ну, как бы, вот ситуация, да То есть, когда незатейливые чуваки, как бы, думают, что Ну, не думают о том, что они там палят чужой временной ресурс Но ты красиво ушел от выбора, тем не менее То есть, в каждом случае это индивидуально Это очень индивидуальная история Выбор, выхлопная система – ужасная творческая вещь Вот у тебя даже походить вот здесь Вот на них, на всех стоят разные трубы Абсолютно верно Во-первых, их много производителей разных Во-вторых, у них разный дизайн В-третьих, у них разные характеристики Разная громкость и трамп-амп-ам Мастерская басмача Звонит мне какой-то чел, говорит У меня электричка на трубах Сифер Типа, я хочу настроить Я говорю, Сифер говно Ну, как бы, они очень грубо Я, говорит, на Ютубе слышал, что вы это говорили Я говорю, они, говорят, мне очень нравятся по виду и по звуку Я говорю, надо поджимать Я, говорит, он мне опять пишет, мне очень нравится Я говорю, тогда не помогу Типа, он говорит, ну, тогда я, типа, приду поговорить Ну, я написал, приди То есть, ну, как бы, обсудить можно, да То есть, возможно, разные конфигурации устройств Которые создают это противодавление То есть, можно оставить, допустим, громкости побольше Но, тем не менее, там создать некую отраженную волну Когда надо и где надо, да, там, и получить эффект У меня дурацкие вопросы Я так понимаю, что мы еще поговорим сегодня о начинке Вот этих вот выхлопных труб и систем этих А как ты туда залезаешь? Как вообще там можно что-то расположить? Что-то приварить, привинтить? Это как? Получается, разрезаем эту трубу, да? Там все это выстраиваем Потом аккуратно свариваем незаметно Или как? Или это что? Слушай, ну, для разных труб существует разная стратегия То есть, если мы говорим о трубах автормаркетовых Ну, то есть, которые продаются неоригинальные трубы, да Не тихие, потому что тихие, оригинальные все тихие То есть, их поджимать не надо Их, скорее, надо, наоборот, отходка открывать Вот, как бы Причем хочу обратить внимание, что они пережаты То есть, их, по идее, надо открывать, делать более продуваемыми Почти всегда, причем, да? Вот стоковые Не почти всегда, а всегда Вот Далее, значит, мы говорим о трубах прямоточных Или почти прямоточных, или иже с ними Вот, в которых надо что-то, значит, инсталлировать Значит, я офигенно люблю трубы, у которых есть алюминиевые концы сзади Там декоративные, они бывают разные Которые крепятся на винтиках к основной части глушителя Там обычно два-три винтика Там, типа, которые вот от алюминия вкручиваются Потому что ты можешь этот винтик открутить И вот эту дырку просверлить насквозь До выхода сверла в зону, где газы идут А потом сварить, допустим, собрать колечко из листового металла Сделать, чтобы оно плотно входило вот в эту зону Да, то есть на него там рукоделить какую-то конструкцию И на сквозной винтик с гаечкой закрепить Да, получится, что ты можешь Если ты не угадал и видишь не совсем то, что нужно Ты можешь сделать другую штуку И не сильно упираясь и не теряя время Открутить и прикрутить Попробовать и так, и эдак Не разрушая трубу целиком Да, и не тратя кучу времени на полную разборку труб Потому что, допустим, на фэтбопы, на свежие идут слепоны Слепон это что? Слепон То, что мы можем заскользнуть на Ну, то есть, типа, это глушители со самой финальной части То есть, то, что надевается на трубу и фиксируется Значит, там слепоны идут с тонкой алюминиевой декоративной частью Где мне никак не расположить вот этот вот болт Которым бы закреплялась бы внутренняя вставка Да, которую я сделаю И в этом случае мне, к сожалению, приходилось снимать полностью трубу Раскручивать эти три винтика Снимать декоративный колпак Сдвигать там набивку И делать что-то фиксирующееся Ну, тоже на болтик, оно съемное Ну, короче говоря, из потрохов трубы То есть, это ужасно неудобная, как бы, ситуация Когда приходится этим заниматься Вот И понятное дело, что Когда ты один раз туда что-то сделал И ты видишь, что оно более или менее работает Но можно делать лучше Что ты думаешь, да ну, и нахрен Как бы, опять разбирать трубу Ты посадишь царапины Ну, то есть, во-первых, она горячая То есть, ей надо давать остыть Во-вторых, как бы, если она в керамике Любая разборка-сборка оставляет Как бы, какие-то микроцарапины Можешь получить дюлей от хозяина, да То есть, по большому счету И, как бы, это все, ну, это неудобно То есть, и все-таки мне видится Ситуация с трубой 2 в 1 Ну, пускай это будет автормаркет Или даже самодельная труба Ну, не важно Чтобы она не короткая была Она будет более удобная для того Чтобы ее адаптировать по противодавлению По резонансу там И по шуму То есть, и выглядят они довольно неплохо Поэтому я люблю, как бы, ну, трубы 2 в 1 Но это все сейчас применительно В основном к не турингам Где в штате идет на две стороны выхлоп, да То есть, а к там всяким дайным софтейлам, спонстерам и прочее Причем, любопытная история, значит Мне тут приходил шип Ну, он шип Несколько поддонов запчастей из Китая Груза, которые, значит, содержали 5 выхлопных систем из нержавейки Которые китайцы стали варить Содрав конструкцию с компанией СНДС То есть, у СНДС труба стоит там 1000 или 1200 долларов В шлифованной нержавейке Значит, китайцы купили его Значит, содрали копию, сделали Мы их продаем по 50 тысяч Ну, то есть, вот В принципе, очень похоже Сделала хорошо, легкая, красивая И с ней работать легко То есть, вот я их купил для того, чтобы ставить На свежие софтейлы, на спонстеры Где там нужно какие-то вносить адаптации Именно в истечение выхлопных газов Чтобы получилось хорошо И еще один момент, который обязательно надо проговорить То есть, вот, допустим Сейчас я катал мотоцикл Бывший мотоцикл Дениса Гривы На диностенде, который мне привезли из дружесной мастерской После установки распредвалов Значит, после установки распредвалов При том выпускном коллекторе, который там стоит И тех глушителях, которые стоят У него получилась фирменная яма По крутящему моменту На 2200 оборотов Которая говорит нам о том Что, значит, в этом диапазоне Заполнение от цилиндра Оно, соответственно, недостаточно Чтобы мотоцикл хорошо работал Значит, сделав резонансный элемент Я вытащил с 95 до 129 момент Как бы, ну, вот, просто Не меняя настройки Просто этим элементом И добавил еще 4 лошади То есть, получается, что резонансный элемент Он работает не только в вылечивании ямы Но и в добавлении пиковых лошадей Которые, как бы, мотор реализует А представляешь, как сейчас Денис Грива расстроился, наверное Он так и не покатался на мотоцикле В таком конфиге Ой, жизнь вообще весьма многогранная штука И кто что хочет заказать Тот, кто обычно и получает Как бы, если Денису было не надо Так, собственно, он катался Сияя красивым мотоциклом Покрашенным кэндиком И этого было, может быть, достаточно Вот Вопрос в другом Вопрос в том, что Для чего я это сказал? Я сказал для того, что Если у вас стоят Сифер трубы Либо какое-то аналогичное дерьмо Что-то, что Не имеет отражающих элементов внутри То, помимо того, что Они изрыгают отвратительно громкий звук Они еще отрезают Помимо нижнего диапазона тяги Они еще отрезают пиковые лошади То есть, как бы, в большинстве случаев Поджимая трубу Можно еще найти там Процента 3-5 пиковых лошадей То есть, которые Ну, максимальной мощности Которые мотор реализует Это я про то, что Слушать чужие глупости По поводу того, что Вот, у меня громкая труба Потому что я Потому что очень мощный Да То есть, это полный бред И в большинстве В большинстве случаев, да И, как бы, это все Ну, как бы, не идеальная Совершенная история Таким образом Подводя некий итог Нельзя говорить Что если очень громкий глушитель То это человек С очень мощным мотором Это, скорее, наоборот Человек, который Просто не очень понимает Так сказать Физику работы Двигателя И выхлопных труб Так? Ну, да То есть, может быть, не физику Может быть, это эмпирически То есть, то, что Опытным путем получено Данные, да Но, как бы, безумно громкая труба Это, скорее, косяк Чем, как бы, преимущество Ну, и совсем-совсем напоследок Вот эти трубы с переключением Говорят, такие есть Что можно включить Выключить И для полиции Ты включаешь тихий режим И ничего не будет А потом помчался И включил громкий Ну, мне попадались Такие трубы Во-первых, они стоят Безумных денег Там Несколько тысяч евро По-моему, они Две, триста Две, семьсот евро Стоят за комплект Вот Ну, могу ошибаться То есть Во-вторых, мне попадались С неработающими приводами Которые Человек приезжает А мне труба не работает То есть Сложности В выхлопной системе Которая греется Сложности конструкции Это, скорее, минус Чем плюс Потому что У меня были случаи Когда люди показывали Что у них поплавились Флейты внутри В глушителе Сталь расплавилась И сдеформировалась Какие там Нафиг Элементы Как бы То есть Это механика вся То есть Поэтому Ну, я Однозначно Голосую против То есть Я не сторонник Еще второй момент Это то, что Оптимальное противодавление Или резонанс И прочая история Оно будет только В одном каком-то положении Этих заслонок Причем Не в максимально открытом То есть Вам эти открытые Полностью заслонки Они В принципе Не нужны То есть И полностью закрытые Не нужны И возникает вопрос А зачем Какого лешего Да То есть Ну, зачем это все надо Если как бы Мы Как бы имеем Одно только положение Которое Оптимально С точки зрения Отдачи двигателя Да Другой вопрос Что есть Категория граждан Которые скажут А вот мне нравится Тональность Там Или еще что-то Но сложные люди Которые Исходят Из своих Каких-то резонов Ну Здесь у каждого Свои предпочтения Кто-то готов Терять в одном И выигрывать в другом Но мне это видится Нерациональным Ну Речь в сегодняшней программе Шла в общем-то О гармонии Между Твоими пожеланиями И результатом Спасибо тебе большое Слава Еще раз С тебя С днем рождения Успехов тебе В труде И личной жизни Ну и до новых встреч Да Большое спасибо Еще раз За поздравления Надеюсь Что вот эта передача Помогла Классным чувакам Как бы избежать Каких-то неприятных моментов Потенциальных Которые могли случиться Счастливо До свидания Всего хорошего Услышимся Мастерская Басмача Очень легко найти в интернете В гугл-картах Или в яндекс-картах Она однозначно найдется Без всяких вариантов Коломяшский проспект Дом 10